Здрасте! Решил наконец запустить новую рубрику, посвященную техническому зрению, машинному обучению и прочим прикольным прикладным штукам. Начну с каких-то базовых алгоритмов, например с движения робота по линии, и закончу где-нибудь на нейронных сетях и нечеткой логики. Это будет ни разу не обучающий материал, просто покажу как это можно сделать, как делать не надо, и как это делал собственно я. Поэтому будет больше практики и меньше теорий, но это в будущем. Сейчас же я расскажу о том, как сделать простого робота с камерой, на основе которого мы и будем тестировать алгоритмы технического зрения. Сам по себе он также может использоваться, как и обычная машинка с дистанционным управлением. Ну что, воды налили, можно и начинать. В качестве главного мозга робота используется китайский микрокомпьютер Orange Pizer, удачно подрезанный мной в ДНС еще по старой цене полторы тысячи деревянных. Вышло даже дешевле, чем на Алике. Забавно, что сразу после моего заказа они повысили цену. Пришел он в обычном антистатическом пакетике. В комплекте с ним шла только инструкция по эксплуатации. Гребенка с GPU у него не распаяна, да и в комплект штырьки тоже не положили. Оперативки всего 512 мегабайт, что маловато для наших задач. Лучше бы подобрать одноплатник с оперативкой побольше, ну а пока что будем работать с чем есть. Также на плате присутствует один USB разъем, Ethernet и встроенный Wi-Fi, что несомненно идет в плюс. Еще есть гребенка для платы расширения, на которые должны быть разведены еще две линии USB, аудиовыход, микрофон и инфракрасный датчик. Но самой платы расширения, как вы могли догадаться, у меня нет. Питается плата от 5 вольт через вход microUSB или же от пинов гребенки. Ну а в остальном микрокомпьютер, как микрокомпьютер, все равно в них самое главное это поддерживаемость софта. В целом, не важно какой именно микрокомпьютер вы будете использовать. Малинку, апельсинку, там еще банана пи есть. Процесс установки, настройки и работы с ними будет практически одинаков. Для работы с микрокомпьютером сначала необходимо установить операционную систему на SD-карту. Причем не абы какую, а SD-карту аж 10 класса, если следовать рекомендациям. С фиговой SD-картой можно прождать вечность, пока система с нее запустится. Если запустится. Меня же как обычно душила жаба, поэтому два дня я пытался запустить систему с дешманской SD-карты, которая у меня была. Что конечно в итоге ни к чему не привело. Еще и битые сектора начали появляться. Короче шляпа. Пришлось купить таки нормальную карту. После ее добычи процесс такой. Подключаем ее к компу. Заходим на сайт апельсинщиков. Там находим образы операционных систем для нашего микрокомпьютера. Выбираем любой из линуксовых дистрибутивов. Я выбрал Armbian. Вроде как он самый поддерживаемый для апельсинок, но это не точно. Переходим по ссылке, которая ведет на сайт Armbian. Там снова находим нужную нам модель микрокомпьютера. И скачиваем образ системы. После чего возвращаемся на сайт апельсинщиков. Тут можно найти инструменты для загрузки системы на карту. Хотя они уже подустарели. Поэтому лучше устанавливать их с официальных сайтов. Ссылки на все я естественно оставлю в описании. Когда скачали программу, заходим в нее, указываем образ и карту. Щелкаем залить и ждем. Это инструкция в основном для тех, кто сидит под виндой. Те же, кто сидит на линуксе, я думаю, и так все знают. Когда образ смонтируется, вытаскиваем карту, вставляем апельсинку и включаем ее. Тут и начинается веселье. У данного одноплатника нет HDMI, чтобы с ним работать через монитор. Так что если вы не владеете телепатией, у вас два варианта. Провести некоторые манипуляции с роутером и Ethernet шнурком или подключиться через последовательный порт, что я собственно и буду делать. Берем USB UART преобразователь. Тут, внимание, важно, чтобы преобразователь работал с 3,3 вольтовой логикой. Не просто выдавал на выходе питания 3,3 вольта, а именно линии данных работали на 3,3 вольтах. Иначе смерть. Порта микрокомпьютера, я имею ввиду. Это я к чему. Если вы увидите вот такой вот преобразователь, знаете, что переключатель тут это сплошное на***е. Он просто переключает линию питания. После подключения нормального преобразователя, необходимо скачать программу PARI для работы с последовательным портом. Особо отбитые, конечно, могут открыть последовательный порт в штуина. Но потом все равно придется скачивать PARI для работы с SSH. Открываем ее и выставляем порт и скорость. Обычно 115200. Подключаемся и радуемся запуску систем. Вводим новый пароль для суперпользователя и все, что попросит система. Далее создаем нового пользователя путем придумывания логина и пароля. И сразу перезагружаемся, чтобы перелогиниться. Вводим логин и пароль, которые придумали. После чего сразу можно подключиться к точке доступа Wi-Fi. Вводим Arbian Config и в появившемся меню находим Network Wi-Fi. Выбираем точку доступа, вводим пароль и все, мы подключились к Wi-Fi. Выходим из всех меню. Теперь, если мы введем ifconfig, мы сможем узнать наш айпишник, при помощи которого можно будет подключиться к апельсину через Wi-Fi. Запоминаем его и можно закрыть порт. Отсоединяем преобразователь, он больше нам не нужен. Снова открываем приложение, но вводим уже не порт, а айпишник апельсина и подключаемся. Логинимся. Дальше необходимо выполнить небольшой список действий, описанных у меня в репозитории на гитхабе. Во-первых, обновляем систему. Вводим sudo apt-update, ждем окончания и вводим sudo apt-upgrade. Обновления на линуксе, в отличие от винды, действительно полезны. Правда, на одноплатниках этот процесс довольно небыстрый. При обновлении у меня возникли проблемы с температурой процесса. 60 градусов для него это как-то многовато, а радиатора у меня нет. Ну что ж, отчаянные времена требуют отчаянных мер. А вот это уже приемлемо. Питон, на котором мы будем работать с техническим зрением, к счастью, уже предустановлен на линуксе. А вот его менеджер пакетов и некоторые зависимости все же потребуются установить. Ну и наконец, OpenCV. Можно установить аж целыми тремя способами. Самым быстрым будет установка через apt. Хотя на официальном сайте OpenCV вообще рекомендуется собирать ее из исходников, чтобы иметь на 100% новую версию. Ха-ха. Будьте уверены, пока на апельсине она соберется, там еще несколько новых версий выйти точно успеет. Так что ну... В общем, через apt все поставилось ожидаемо быстро. Если при импорте библиотеки из питона не появилось никаких ошибок, то все сделано верно. С установкой закончили. Теперь ненадолго отложим в сторону линуксовые приколы и рассмотрим железо. Мы собираем мобильную колесную платформу, а в ней главное что? Правильно, колеса. Точнее двигатели. И ими нужно как-то управлять. Вариантов тут тоже сами понимаете масса. Одним из самых простых было бы использовать A2C-шный шим-контроллер. Сказал бы я, если бы для него была написана нормальная библиотека под апельсин. Самым простым, на мой взгляд, способом будет использовать ардуинку. Она будет управлять моторами, а апельсин будет управлять самой ардуинкой. Таким образом мы убьём сразу трёх зайцев, разделим систему на независимые уровни, ярды инка будет работать железом, апельсин только с видео и вычислениями. За счет чего можно будет спокойно использовать не только апельсин, но и любой другой одноплатник вместо него. К тому же можно будет по потребности добавлять новые модули и датчики к ардуинке. Ну что самое главное, можно будет использовать уже готовые мобильные платформы. Если таковые у кого-то уже были. Общаться с ардуинкой можно через тот же UART. У апельсина свободно аж целых два аппаратных UART. Главное помнить, что у апельсина логический уровень 3,3 вольта, а у ардуинок преимущественно 5. Чтобы ничего не погорело, нужно подключать их через вот такой вот преобразователь логических уровней. Ну, или же есть способ еще тупее и проще. Просто воткнуть USB UART преобразователь в апельсин. Хотя, тогда некуда будет подключать камеру. Ну, тогда вот так. Это дерьмово, но работает. Ну, до первой кочки. Саму платформу я собирал на куске USB. Четыре мотора прикручены к ней на саморезы, что можно видеть. Они подключены к драйверу двигателя. По два мотора с борта на канал. Тот, в свою очередь, подключен к ардуинке. Питается все от двух банок 18650. Электроника подключена к 5 вольтам, которые берутся с понижающего преобразователя. Камера тоже прицеплена к куску из недодерева. Она вместе с преобразователем подключена к USB разветвителю. А тот, в свою очередь, подключен к апельсину. Еще в системе присутствует небольшой элемент охлаждения. Программную часть, как обычно, можно найти в репозитории на гитхабе. Там лежит папка со скетчем для ардуинки, а также питоновый скрипт для запуска на апельсине. Ну и также небольшое описание проектора. Для начала, ардуинку необходимо прошить отдельно. Немного по скетчу. Ардуинка принимает сообщения в формате JSON от микрокомпьютера. Сообщение содержит информацию о скорости, то есть мощности, которую необходимо подать на борта платформы. И в зависимости от ее значений, на драйвер подается соответствующий шим-сигнал. Программа же для апельсина представляет собой веб-сервер на фласк, который выдает веб-страницу с видео и джойстиком, положение которого преобразуется в скорость робота, и отправляются на ардуинку через последовательный порт. Видео для веб-страницы захватывается через OpenCV, поэтому в этом методе можно производить какие-нибудь махинации с фреймами, и весь этот процесс можно будет выводить в веб-страницу. Конечно, делать это лучше в отдельном потоке, но об этом позже. Скачиваем репозиторий проекта на микрокомпьютер и запускаем питоновое приложение. Вбиваем в браузере телефона или компьютера адрес робота и кайфуем от проделанной работы, потому что робот готов. Катается он нормально, только немного тяжко ему даются повороты на некоторых поверхностях, но это можно частично решить, если расставить колеса немного пошире, или же вообще можно избавиться от задних двигателей и использовать вместо них вот такое вот колесико. Тогда и с поворотами проблем вообще никаких не будет. Ну, на этом пока что всё. Продолжим в одном из следующих видео, я надеюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова